Я 46 лет назад Я работал с одной техникой Компанией Единственная санкт-петербург И кто за каким-то другим делал Но зато не все Кто и так сделал И я приглашаю выступить Директора подписных изданий Михаила Иванова Он расскажет О смелости А потом вы сможете задать его вопрос Спасибо Микрофон можно? Доброе утро Спасибо большое, что пришли Я, честно говоря, не ожидал, что будет так много людей Очень похоже на 30 декабря В подписных изданиях Но больше вас здесь Однозначно Вообще по поводу смелости Я думаю, что ребята, которые открыли вот эту кофейню Намного смелее Вообще очень многих Потому что я бы никогда в жизни не открыл нищего вот в этом районе Это реально круто Тема у нас смелость И я такой прям буду сделаю Небольшую по поводу смелости Я считаю, что самое главное В этом понятии Это, конечно, смелость перед самим собой Да, и стремление к рефлексии То есть Очень часто бывает, что мы живем, 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 живем Думаем, что мы классно что-то делаем Что все, что мы делаем, действительно важно Круто И впоследствии оказывается, что, наверное, не так-то оно и было Яркий пример Знаете, есть миллионы дизайнеров Которые в социальных сетях Выкладывают картинки очень крутого дизайна Покупают классные книги по дизайну Но потом делают то, что делают Это очень часто бывает И вот я бы хотел порекомендовать вам Потому что я сам это сделал в свое время Просто так немножечко на себя посмотреть Поговорить с самим собой И объективно сказать себе Тем ли я занимаюсь вообще К чему я это говорю? Да, потому что Лет сколько? Шесть, наверное, назад Я работал в одной крупной книготорговой компании Единственной в Санкт-Петербурге И тоже каким-то вот таким днем задумывался Ой, как здорово Ну вот карьера, наверное, у меня есть Наверное, какие-то важные решения принимаю Но постепенно это все разрасталось Разрасталось, разрасталось И вот этот снежный комп я пришел к тому Что я занимаюсь фигней Вот И может быть даже я фигню делаю классно Но она никому по большому счету не нужна И тогда как раз-таки Вот эта смелость Признаться себе в том Что действительно пора ли что-то делать Или пора пересмотреть свою жизнь Вот она мне как раз-таки и помогла Это, наверное, все, что я скажу про смело Потому что особо идут, в общем-то, и нечего говорить Будут ли какие-то советы Какие-то правила Как мне сказали, надо правила Но к правилам я отношусь так очень скептически Потому что они всегда для всех свои То есть я могу вам сказать, что я делаю так По утрам стою Пью чай, вы пьете кофе А Илон Маск там на Тесле гоняет В общем-то, у всех свои правила Но действительно важно, мне кажется, иногда Оглянуться по сторонам И посмотреть, что можно улучшить Я, в принципе, вот, наверное, всю свою жизнь Ни разу не придумывал ничего какого-то фундаментального И здоровского и классного Просто я смотрел на то, что есть И пытался найти какие-то проблемы И в этих проблемах находились решения Благодаря этим улучшениям что-то менялось То же самое вы можете сейчас сделать у вас на работе, например Я не знаю, кто-то самозанятый Кто где-то работает по найму Это не имеет значения Просто можно оглянуться и посмотреть А что здесь можно улучшить И я вот всегда следую этому правилу Потому что для меня проблема Для моего психотипа проблема Это то, что меня двигает вообще вперед Я очень люблю кризисные ситуации И я намного более продуктивен, когда все плохо Ну, вот так вот я успел Надеюсь, что среди вас тоже есть какие-то такие друзья Следующий такой интерес очень интересный Я вот стал замечать, что наше поколение и моложе Очень категоричны И говорят, вот я сюда не пойду Здесь бизнес плохой А это вообще масс-маркет И знаете, это все мне напоминает Немного наших государственных мужей Которые говорят Нет, ну вот в Финляндии там же что-то есть плохое одно Ну нашли что-то Не знаю, как в Финляндии можно найти что-то плохое Ну скучно, наверное И говорят Нет, ну нам не нужна эта Европа в России Но давайте мы не будем брать плохое Давайте мы возьмем что-то хорошее Если мы говорим о крупных компаниях В которых я тоже работал Давайте возьмем оттуда какую-то систему Склонность к аналитике Возьмем оттуда какие-то организационные моменты И в конце концов масштаб мышления Это тоже очень важно Когда, например, кто-то начинает открывать малый бизнес Или какую-то свою компанию Или заниматься фрилансом Все, не все, многие Мыслят себя как Ну я вот сбоку, с края посижу Зачем? Сделайте так, чтобы о вас узнали все Вот изначально у меня была точно такая же миссия Она, конечно, не сразу сработала Это прошло 4 года, наверное Когда действительно многие узнали о нашем проекте Но я изначально хотел, чтобы просто все о нем говорили Даже если вот не будет ходить Ну хотя бы говорили А, есть такой магазин Ну круто, отлично Вот это очень важно Масштаб мышления И брать из того, что вы видите плохое, но крупное Брать самое хорошее и самое важное То есть постараться не быть категоричными Это, кстати, тоже очень смелый поступок Значит, вообще очень многим кажется со стороны То есть получается сейчас уже сколько Подписываем изданием 5,5 лет В августе будет 6 лет Как мы открылись Это действительно Как открылись Вообще-то нам 90 лет Но именно такая новая эра, скажем И очень многим кажется, что это такой успешный кейс Что с самого начала мы такие все умные пришли И так далее Вообще это не так, конечно же И первый год каждый день у нас был как последний То есть мы действительно могли закрыться в любую минуту Потому что такого количества ошибок, мне кажется, не допускал вообще никто Такое ощущение, что, не знаю, мы там в Китае открылись Пытаемся что-то с ними делать Но в общем мы шли через овраги, через кочки, через люки открытые Падали в них, летели, тонули В общем, действительно, это был такой период, который научил нас очень много Ну, во-первых, потому что нужно сохранять спокойствие, конечно, в любой ситуации непонятной И в любой непонятной ситуации лететь в Петербург, как вот наглаждить наш магнит И то, что, конечно, из любой проблемы есть выход Если вы твердо уверены в том, что вы делаете, то решение точно будет найдено Что касается вообще, в принципе, смелости моей личной Или какого-то, не знаю, какого-то мужества То, конечно, нужно быть, опять же, объективно собой Мне очень повезло, да, у меня такая семья То есть я родился в книжной семье Бабушка моя там со времен Христа занимается книгами И, конечно, в общем-то, что-то было предопределено Хотя я очень сильно сопротивлялся, будучи студентом Вообще, в принципе, в книжном бизнесе То есть я не хотел там работать, не хотел этим заниматься И, как очень многие, опять же, категоричные, такие самонадеянные выпускники Я решил заняться бизнесом, как только закончил институт Вот, но это, конечно, была тупая, абсолютная идея Потому что я вышел каким-то очень пустым человеком из института Я не знаю, может, это я такой особенный Но я сейчас тоже очень замечаю, что, конечно, институт Не дает очень многих навыков жизненных, необходимых для нас всех Не было представления абсолютно ни о чем Не о том, как с людьми разговаривать Не о том, как вежливо, как невежливо Сейчас это тоже очень большая проблема, это этикет Очень много молодых людей начинают названивать по ночам Пишут сообщения, почему вы мне не отвечаете и так далее То есть очень важно тоже в себе эту культуру воспитывать Ну, в общем, пришел я в этот бизнес И буквально через, наверное, я называю его псевдопизнес Я начал заниматься рекламой, потому что по образованию я пиарщик И спустя буквально три месяца я понял, что я вообще ничего не знаю Какая реклама, я просто людей обманываю, наверное, которым говорю, что я что-то умею И, естественно, я решил с этим связать И таким образом я попал в буквоет То есть через знакомство, опять же, меня туда взяли на работу Потому что я проходил там практику студенческую Так вот И это к тому, что вот лично я считаю, что после окончания университета Ну, просто необходимо поработать хотя бы год Вот это прям вообще даже не обсуждается И желательно в той компании, которая хоть немножко вам нравится Это говорит о том, что не стоит, наверное, заниматься каким-то бизнесом Или какой-то предпринимательской деятельностью В которой вы потребитель Это очень большая ошибка, когда ты с точки зрения потребителя Оцениваешь успешность или перспективность какого-то бизнеса И я сам много раз на это награлся Ну, вот я там, значит, хожу в ресторан Я все знаю, да, вот они делают это неправильно Это неправильно, неправильно Когда начинаешь погружаться в том же, господи Там столько всего, какие-то карты, какие-то там, не знаю, нужно заказы делать Может быть еще что-то делать, достатки, какие-то неправильные системы Ну, в общем, действительно, важно всегда Может это и банально, но важно всегда получить вот этот опыт Можно на самых вообще каких-то легких позициях На самых первых, это очень важно Я помню, что я сейчас тоже сотрудник по всем своим рассказываю Который говорит, что ну вот У нас бывают вообще такие очень психологически тяжелые беседы Несмотря на то, что кажется, что у нас там идиллия и как порыдать Так вот, у нас бывают такие разговоры по поводу Ну вот, я молодой человек, как мне себя мотивировать Значит, вот сейчас мне 23 года, зарплата маленькая Ну, в книжном, да, кстати, маленькие зарплаты Это вот я должен был вам сказать сегодня Ну, потому что это низко рентабельный бизнес С плохой оборачиваемостью и с заниженным спросом, к сожалению Так вот, ну это вообще-то тема отдельная, мы можем завтра собраться Здесь же я вам скажу, почему в бизнесе все так плохо Ну не все плохо, на самом деле, но есть свои проблемы Ну так вот, и я всегда, в принципе, даже свою какую-то историю Знаете, как в фильмах вот этих вот я в свое время почту носил, курьером подрабатывал, таксистом и так далее Машины много Нет, на самом деле, когда я пришел в компанию тоже большую Я просто первым делом пошел на склад Ну, уже мне этого послали И я целыми днями там таскал коробки в течение, наверное, полугода Потом какие-то листовки там распределяли Ну, в общем, куча была какой-то бесполезной, бездумной работы Но я ее делал стоически, да Потому что, если, это мое такое мнение относительно вообще, в принципе, того, как работать нужно Если ты профессионал, да, ну не важно, сколько тебе платят Не важно, какие отношения в коллективе, ты должен работать, а если тебе не нравится что-то в коллективе, то, пожалуйста, запиши заявление и уходи И все, ты сам за себя ответственен, но ты должен до последнего, вот до того момента, как ты перешагиваешь этот порог Ты должен делать свою работу на все столы, выкладываться Иначе смысл, как ты можешь называться профессионалом или специалистом, если ты там пытаешься какие-то подвольные беседы, что начальник плохой, начальник хороший Ну, в общем, все равно вам с этим начальником потом детей не крестить, ничего не делать Вы только сами и есть, да И то, от того, как вы себя уважаете, вот так вы работаете Просто такие ситуации были очень часто, я помню, там, в разных моих работах, когда Почему ты ничего не делаешь, там мало платят Зачем ты здесь сидишь, вообще непонятно Ну, то есть, это такое очень просто И, кстати, вот он работает, я рассказываю это своим коллегам, своим друзьям, да, нашим ребятам И действительно это работает, и они начинают об этом задумываться и работать еще лучше Хотя, конечно, я и так с них просто там по шесть шпур спускаю ежедневно Вот, значит, вообще еще хотелось по поводу смелости тоже такое добавить, что смелость же это еще и риск периодически, да И вот для себя, наверное, я четко установил, что я могу рисковать деньгами, да, потому что деньги легко тратятся, легко зарабатываются Если не зарабатывается, то учет с ними Но нельзя ни в коем случае, конечно, рисковать репутацией, нельзя рисковать своими сотрудниками, да, потому что, когда начинаешь ими рисковать, то это хорошее никогда ничем не заканчивается Относительно красивых историй, да, то, что вы видите абсолютно всегда на всяких инках, да, все журналы типа VC, какие-то там, не знаю, успешные кейсы Ну, то есть нужно всегда понимать, что, ребята, за этим стоит такой огромный труд То есть я не знаю ни одного человека, который чего-то вообще в жизни добился, который там сидел, не знаю, играл в компьютер или сидел в контакте или в фейсбуке То есть это действительно огромный труд и никогда не стоит, вот, ага, вот у них получилось, у меня, подумайте тысячу раз, да Понятное дело, что бояться перед тем, как что-то сделать, это абсолютно нормально, в этом ничего и делать Но вот это отличает предпринимателя там от человека, который не способен им заниматься, отличает, что ты боишься, но делаешь, да, боишься, но делаешь Но важно миллион раз все перепроверить, посмотреть, да, в каждой, в каждой отрасли есть, ну, не ниша, а даже есть куча-куча-куча ошибок, которые можно исправить И, наверное, на этом можно сделать какой-то бизнес, вот, то есть мы, помимо книг, занимаемся сувенирной продукцией, занимаемся уже 4 года, по-моему Вот, причем это все получилось абсолютно случайно, есть такой листатор Саша Павлова, она пришла, принесла свои первые магниты И мы посмотрели, думали, о, круто, давайте делать вместе, вот, и начали эту серию делать Мы вообще ничего не изучили, как этот рынок работает, просто вот, как-то так, полетели и все В итоге, естественно, с самого начала у нас просто ничего не получилось, да, потому что мы не посмотрели конкурентов, мы не начали проводить какие-то исследования То есть вот эта вот самонадеянность, такая вот смелость совсем уж ярко выраженная, она, конечно, здесь не нужна Нужен четкий бизнес-план, нужна стратегия, желательно найти профессионал, который хоть что-то посчитает Из того, что у вас есть, составит три прогноза, потому что, ну, немыслимое количество людей, которые вот горят этой идеей И вырываются, и из тысячи у одного получится Все-таки хотелось бы, чтобы процент был больше, потому что сейчас в нашей стране, в наше время Очень нужен малый бизнес, конечно, и средний бизнес, и крупный, но очень важно, чтобы люди начали заниматься своими делами Только так что-то получится поменять, что-то сможем мы изменить Это действительно так, а не сейчас, кстати, вот хотелось бы сказать, что вот эта вот безнадёга Когда та, которая началась недавно, абсолютно полная, это очень хорошее время для того, чтобы самореализоваться Да, потому что, ну, можно бесконечно ругать там всех, кого-то наверху, о том, как я не покинул От этого они лучше не станут Сейчас самое время замкнуться в себе, в своей семье, в своей работе и начать заниматься своим делом Вообще даже не поднимая голову, просто работать И, на самом деле, когда нет возможности отвлекаться, всё будет намного эффективнее и лучше Так что, может быть, даже и спасибо им за то, что мы сейчас чем-то сможем сейчас добиться в ближайшее время По поводу, кстати, вот той же смелости Вообще, культура бизнеса, конечно, в стране, она очень на низком уровне И сейчас я вообще считаю смелыми тех людей, которые умеют и могут общаться по-человечески друг с другом во всех этих процессах Ну, если брать книжный рынок, то он, конечно, такой очень советский Там очень много людей, которые вышли, опять же, ещё из Советского Союза Достаточно много людей в возрасте И там пока не поменялась эта культура Но я встречаю периодически людей, которые действительно умеют общаться со всеми партнерами и с людьми по-человечески И это действительно круто, это очень смелые люди И я считаю, что такими нужно быть То есть нужно к этому всегда стремиться Вот ещё такое мне вспомнилось небольшое правило По поводу победы, по поводу поражения Ну, знаете, есть такие бизнесмены, которые Я тут сейчас всё продам, мы всё сделали круто, мы самая лучшая команда Мы варим лучший кофе, мы делаем лучшие сэндвичи В общем, безумное количество лучших людей Это очень большая, на мой взгляд, проблема, что люди несколько завышают и превозносят себя Хотя не бывает лучших книжных магазинов Потому что вам нравится какой-то другой магазин, а мне нравится третий вообще И сказать про какое-то, что он лучше, так нельзя Я так тоже не считаю ни про подписные издания, ни про какой-либо другой магазин Он нормальный, наверное Так вот, очень много людей, которые упиваются сами победами Я, честно говоря, человек, который победам радуется, наверное, 5 минут А потом приходит тоска по поводу того, что делать дальше И я выбрал для себя такое правило, что нужно радоваться победам, например, 10 минут А разбирать неудачи месяцами Попунктно, поаплитапно Этот яркий пример был, наверное, 2017 год Это очень успешный был год в подписных изданиях По всем параметрам Во-первых, мы открыли второй зал Очень так интересно, на мой взгляд Потому что мы не заявляли об этом Там должен был, по идее, открыться бар А мы так взяли и втихаря сделали книжный Впервые, наверное, в истории мира И мы провели безумное количество встреч По две встречи в среднем в месяц проводили У нас побывали Александр Николаевич Сокуров У нас Леонид Парфенов И многие-многие другие Антон Долин, наш вообще очень хороший друг, тоже постоянно приезжал И мы издали книгу Это вообще такое, знаете, событие Как каждый мужчина должен родить дочь Посадить дерево и издать книгу Ну, дерево посадить, чтобы компенсировать затраты на книгу Ну, в общем, надо это обязательно было сделать И мы издали диалоги как раз таки с Александром Николаевичем Сокуровым Вместе с моим другом Колей Солодником И это действительно был такой огромный шаг вперед Мы сейчас задумываемся над тем, чтобы сделать еще свое издательство В апреле выйдет наша следующая книга Пока я не буду говорить какая, мы ее еще верстаем Но, в общем, мы решили потихонечку заниматься этим Хотя, конечно, издательской деятельности бизнеса сделать очень сложное Нужно просто туда сразу влить, там, я не знаю, 50 миллионов, чтобы действительно На чем-то зарабатывать Все маленькие издательства, они, конечно, либо убыточные, либо работают в ноль То есть, в них там денег нет абсолютно Так вот, и вот этот 2017 год, такой весь классный И вдруг наступает январь 2018 И думаешь, а что делать-то вообще? То есть, вообще непонятно, как вот можно Мы же не можем открыть еще один зал, где мы там возьмем? Академку книгу, что ли, закроем? Ну, то есть, сейчас наступила такая пора, когда нужно пытаться что-то делать Не имея для этого каких-то свободных ресурсов Я не говорю там про денежные или какие-то именно человеческие ресурсы А про вообще возможности, ну, будем искать Сейчас у меня такое состояние, что, к сожалению, непонятно пока куда двигаться У нас, конечно, есть интернет-магазин, которым мы занимаемся уже 4 года И вот сейчас я набрался смелости И понял, что, конечно, мы двигаемся там не туда Надо все переделывать, надо заново все это переделывать и делать Хотя у нас там стабильный трафик То есть, не знаю, там не бывает, чтобы к нам не заходило полтора тысяч человек в день на сайт Ну, то есть, это реально большое количество людей Вот, но я понимаю, что мы можем больше И то же самое и с подписными изданиями Я понимаю, что мы можем больше Нужно только вот сейчас немножко подумать, посидеть И главное, просто, конечно, не сдаваться Это я сейчас сам себя успокаиваю перед вами Мотивирую, так сказать, вашей энергетикой В общем, в принципе, я просто понял для себя, что, наверное, мне достаточно не будет никогда И я, конечно, не про деньги, потому что они абсолютно не имеют значения Это важно, чтобы можно было поддерживать семью, обязательно путешествовать Потому что без путешествия я вообще не представляю, как можно что-то придумывать И если закроют границы, то, наверное, придется ездить на Байкал, куда-нибудь, или в Казахстан Или Беларусь, может, там какие-то соляные пещеры Но именно важно сейчас просто собраться и попробовать вообще немножечко выйти даже За границу вот этого маленького книжного магазина на Литейном проспекте А куда-то вообще просто, не знаю, может быть, мы станем Азоном Старым только лучше, да, мы не будем продавать бритвы, а будем только книжки продавать Или там как-то товары, которые мы сами производим То есть, в принципе, есть очень большие амбиции, но пока нет, к сожалению, фантазии на нее Вот, вчера я спросил у своих ребят, о чем бы вам хотелось бы услышать И, конечно, я был удивлен, что они мне сказали о том, что они очень мало вообще информированы о том, что происходит в нашем коллективе Я понял, что это, конечно, моя ошибка, что я о них не собираю, постоянно их не обсуждаю И ничего им не рассказываю На самом деле это не так, но просто это выборочно происходит У меня вот эта вот черта, она появилась со времен... Всё, прекращаем Так вот, со времен тоже работы больших компаний Я не увижу совещания, да, потому что в больших компаниях люди могут совещаться вот с 9 утра до 6 вечера То есть, вообще, ничего не сделав, не ответив там на почту, никаких задач не написав Просто целыми днями, там, из-под стола в порожник И у меня, конечно, отвращение, я стараюсь больше раза в месяц не собирать Но вот у меня кто-то из сотрудников спросил про то, как сделать так, чтобы ребята чувствовали какое-то влияние на ту работу, которую они делают И что они не просто там ведомые, да, а они и есть те, кто делает написанные задания На самом деле они это и делают Под моим небольшим контролем Наверное, там все-таки 85 на 15 То есть, 85 процентов это дисциплина, отчеты и так далее А 15 процентов у них полная свобода Захотели книжку положить, пожалуйста, положите Захотели что-то написать, напишите ради бога То есть, нужно просто определить, в чем можно людей ограничивать То есть, я ненавижу опоздание Я считаю, что это вообще неприлично и ужасно для взрослого человека Ну, старше, скажем там, 18 лет вообще куда-либо опаздывать Но сейчас это просто эпидемия Вот как грипп, так и опоздание Я не знаю, как это лечить Но дисциплина должна, конечно, присутствовать Немножко про нашу такую внутреннюю кухню Мы стараемся создавать внутри какие-то такие маленькие, назову их, фишечки Как сделать эту атмосферу на работе более домашней Ну, например, у нас есть такой ритуал, называется утренняя каша То есть, мы покупаем кашу, покупаем молоко, масло И с утра эта каша варится, такая огромная пароварка И вот в течение всего дня Иногда некоторые даже уши, я не знаю, как это Я эту кашу вообще не ем Так вот, они берут и целыми днями ее едят И это действительно, знаете, просто как будто у нас маленькая коммунальная квартира И вот про эти вот фишечки Я вообще понял такую систему, что очень важно прислушиваться к тому, что вообще говорят ваши сотрудники Иногда у них рождаются поистине гениальные мысли В каких-то личных разговорах Или там, не знаю, они просто мимо пробегали, что-то сказали Можно записать, потом додумать, потом обдумать Сейчас вообще они придумали такие истории, что они ходят завтракать Встречаются в 8, примерно как мы сейчас В 8 утра идут, в Буше Вот в последний раз они ходили 20 человек, им потом работают целый день Я лишь только поощряю Ни в коем случае ничего не запрещаю И даже если они там будут целый день квелые и вялые на работе Я это пойму, но все равно, конечно, выскажу Потому что я, в принципе, очень такой жесткий человек В плане выполнения задач В плане... Не очень мне нравится, когда люди ленивые Когда они что-то не делают Вообще даже не люблю, когда они обедают Я всегда говорю, опять обедаешь Опять обедаешь, сколько можно есть Потому что я-то не обедаю Так вот Так, 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 так Вот, хотелось бы еще сказать Очень такую интересную вещь, которую я подчеркнул за 6 лет Она вообще в целом про негатив Ну, поскольку я все-таки занимаюсь бизнесом, который связан с клиентами С постоянным с ними общением Я и в той компании тоже отвечал на различные жалобы, на письма То есть мне очень нравится вообще разбирать вот эти вот истории И я пришел к поводу, что есть вообще одно решение, которое вам спасет в двух ситуациях из трех Когда идет такой негатив Знаете, что это слово? Извините, пожалуйста Все, не надо никому ничего объяснять Пожалуйста, извините, да, мы не правы Просто признайте неправоту Нет, все стараются доказывать У нас низкорентабельный бизнес Мы, значит, тут работаем по 7 дней в неделю И так далее, и так далее Нет, просто извините, пожалуйста Все, два из трех Бывают ситуации сложнее Там, где нужно, не знаю, сделать скидку Нужно каким-то образом подарить что-то, да, например, если там какой-то брак Или как-то мы неправильно себя повели Но самое вообще главное Не жмотьтесь вы на сервис Вот я вас уверяю Что можно вложить там, не знаю, 1,5% от рентабельности в сервис, да Или бы там сжмотить 3% от рентабельности Но потом получить целую кипру проблем Кучу жалоб, негатив, везде какие-то плохие оценки Вот это, извините, пожалуйста, оно работает вообще очень круто Я вам советую И навсегда запомните это Никогда жизни не нужно с клиентом Пытаться какому-то человеку доказать, что это вообще умнее будет Вообще по жизни глупая история Ну, зачем это делать? И очень многие на это напарываются Пытаются объяснить свою глупость Но это, к сожалению, не работает Так вот, дальше Что я хочу вам еще сказать? Ой, еюшечки По поводу, кстати, вообще книг и книжного бизнеса У нас еще есть время, да? Можно еще чуть-чуть, да? Ну, есть такое заблуждение, что книжный бизнес Это романтика, конечно, такая сумасшедшая Что вы будете лежать, не знаю, на диване Читать книжки, пить кофеёк И, в общем, наслаждаться Такой непринужденной обстановкой На самом деле это не так Я вообще вспоминаю, когда только я начал заниматься Непосредственно своим книжным магазином Я был грузчиком, по большому счету Я целыми днями таскал книги В коробках, на машине я ездил На крупскую их забирал, вез, таскал, разгружал То есть в ежедневном режиме я разгружал Двести-триста, не знаю, килограммов этих книг И это было действительно очень интересно В общем, как и любой, в принципе, бизнес Я не вижу, не знаю, попростых бизнесов В книгах есть тоже свои Свои какие-то определенные черты И свои моменты, которых многие не прозревают Это, знаете, резюме приходит каждый день И первое, самое главное вообще На чем акцентирует внимание в резюме Я очень люблю читать Но это, конечно, очень здорово Но тут надо быть выносливым Нужно быть эмоционально устойчивым Потому что действительно Мы находимся в центре города И в таком вот незолотом треугольнике вовсе Где действительно огромное количество Супошедших людей Когда приходят и говорят Я сын прокурора Иногда приходится, допустим Ой, а мы закрыты на мероприятия А почему здесь люди, потому что мероприятия Ну, в общем, это часто еще бывает Значит Ну, в целом, наверное, все Я думаю, что можно прийти к вопросу Потому что это будет намного продуктивнее И я все, что хотел, все сказал Спасибо Вопросы? Ой, как много Вопросы А, без микрофона Окей Спасибо большое за доклад Вам спасибо Интересно У меня такой вопрос Смелость, чтобы начать свое дело, нужна очень большая А насколько большая должна быть смелость, чтобы уметь признавать свои ошибки Которые в рамках этого бизнеса всегда встречаются Ну, это вообще очень просто Я признаю, что я очень много ошибок совершил И многих людей даже обижал Никакой смелости не надо На самом деле, чтобы быть хорошим человеком, смелым быть не надо Это просто нужно для себя понять Либо хороший человек, либо плохой Наверное, так Спасибо Здравствуйте А расскажите, пожалуйста, про бар Еще воно отсюда Как я рассказывал уже, что Когда мы хотели открыть второй зал Мы очень долго думали над тем Как это все сделать так, чтобы никто не понял, что мы его открываем И, во-первых, мы по ночам пилили этот проем Я помню, в 6 часов утра Стоит огромный звук на весь Литейный проспект В Измариинской больнице, по-моему, даже пришли сказать, что у вас тут происходит Ну, это было круто В общем, мы решили придумать какой-то вымышленный бар Там было несколько рабочих названий Моё любимое было, конечно, Бенджамин Бухло Есть такой немецкий, по-моему, искусствовед Но все-таки выбрали Black Books Bar Потому что все-таки ближе к книгам И как раз получаются подписные издания Black Books Bar и Академкнига Но, поскольку мне не хотелось вообще заниматься никогда Общественным питанием и общественным выбиванием Мы все-таки твердо были уверены в книжном И потом уже поступило предложение от моих друзей О том, чтобы открыть что-то подобное на улице Рубинштейна Ну, вот он сейчас в таком совсем еще зародыше, можно сказать Из таких, не то чтобы побед Сейчас там проходит очень классная лекция Европейского университета Это действительно здорово Там каждую среду собираются спикеры от Европейского университета И действительно это очень круто Ну и плюс, их нужно поддерживать Потому что это тоже такое достояние Санкт-Петербурга Европейского университета Это круто Что, какие-то конкретные вопросы есть? Нет, просто, ну вот так вот, да Так он и появился на свет Да Извините, да, вот теперь эта сторона Скажите, пожалуйста, какие бумажные книги Через 50 лет не станут в этом искусстве Или что станет в вашем мнении? Слушайте, ну то, что я сейчас вижу во всяком случае по аналитике И по тому, что происходит на рынке Я думаю, что бумажная книга никуда не денется Она будет вот точно такой же Процентная Может быть упадет немножко потребление там процентов на 10, да Но нам еще Амазон там в 2000 году привлекал, что все То есть там к 2015 году все будут сидеть с киндлами и никто не будет читать Нет, это как театр, это как кино И плюс есть разные психотипы, да Есть люди, которым удобно читать свои книги Есть, которым удобно читать бумажную, да, носителя Я как раз отношусь к последним Вот, мне удобно читать бумажную книгу и намного Так что я считаю, что нет, ничего не упадет И сейчас книжный рынок, даже традиционный бумажный, он показывает рост И во всем мире, и в России, и во всем мире Да, у нас в России сейчас идет безумный рост электронных книг Но за счет того, что в принципе эта ниша была пустой И только там буквально 5 или 7 лет назад появились Литреф Появились остальные операторы Поэтому она сейчас спасет быстро За счет того, что просто пустоишь А с книгами ничего не будет Ура Да Можно два вопроса? Конечно Первый, по поводу издательства Вы говорили, что вы хотите запустить издательство Так интересный вопрос В Москве, например, есть Dota Press Который работает через краудфайзинг Вот мне интересно, смотрите ли вы в эту сторону, если нет, то почему? Если да, то почему? Это первый вопрос Да, я отвечаю Да, Dota Press у них была сеть магазинов в Москве еще И они сейчас, насколько я понимаю, объединились с издательством Фантом И они... А? Нет, магазин закрылся Да, магазин закрылся Они сейчас вместе с издательством Фантом делают эти серии И собирают деньги краудфайзингом Вообще краудфайзинг, наверное, классная история Если ты не собираешься зарабатывать на нем деньги То есть, поскольку вообще нельзя плохо относиться к деньгам Потому что деньги в бизнесе Это, собственно, индикатор того, как вы работаете Куда правильно вы двигаетесь или неправильно Поэтому я считаю, что если ты собираешь деньги к краудфайзингам То на немные книжки нужно продавать дешево Или вообще раздавать, как я сказал А если ты пытаешься сделать из этого бизнес То нужно, конечно, со своими силами Потому что, опять же, спрос и обороты и так далее Они покажут, насколько правильно ты это делаешь И стоит ли вообще этим заниматься То есть, я считаю, что для коммерческой структуры Собирать деньги краудфайзингом это не круто Спасибо, второй вопрос Связан с вашими коллегами как-то раз На тему проведения совместного мероприятия На вашей площадке Мне довольно так жестко ответили Что вы проводите только свои мероприятия И чужие не берете Очень интересно, почему? Жестко, бля Извините Извините, пожалуйста Просто интересно, почему? Дело в том, что мы, в принципе, сейчас вынуждены Из-за повышенного внимания в том числе Ставить какие-то барьеры И в том числе себе Мы не проводим конкурсы в Инстаграме Мы очень редко проводим конкурсы ВКонтакте И только связанные с книгами или с кино Потому что у нас есть такой интерес То же самое с мероприятиями Вот смотрите Вот есть книжный магазин В него достаточно большое количество людей приходят И многие из других городов Вот они пришли, а там что-то происходит И они не могут подойти к каким-то стеллажам К каким-то столбам, к каким-то книгам И это создает для них проблемы И вот для людей, которые к нам приходят В ежедневном режиме наши читатели Для нас очень важен их комфорт И мы вынуждены отказывать От проведения мероприятий Иногда, когда действительно Мы привозим какого-то очень интересного спикера Мы поступаем с этим Объясняем, что, ребят, ну вот к сожалению Придется потерпеть Потому что у нас вот сейчас выступит Вот такой вот интересный очень человек Потому что очень большое количество площадок Да, есть куча библиотек Где могут принять любое мероприятие Вот, но в любом случае, извините Если кто-то вас там обидел А кто это был? Я не вспомню, это было два месяца Два месяца назад Так, сейчас Я не знаю, как вас регулировать Какой самый смелый поступок на вашей файлете Вашего сотрудника, который прям поразил вас Пожалуйста, скопали вас Ну, было на самом деле несколько таких поступков Они не то, чтобы смелые Я просто понял, насколько люди самоотвержены Да, в своей работе У нас был такой случай Недавно приезжал Михаил Зыгарь Которого с вами мероприятия Презентовал книгу про революцию И нас до этого кто-то попросил Подписать у него книгу Потому что на встрече быть не сможет Вот И получилось так, что мы забыли это сделать И я вообще об этом не знал Я был где-то в другом городе, по-моему Или вообще где-то в Загрове Не помню И потом я узнаю уже Спустя какое-то время Что оказывается Они взяли эту книгу На следующий день Пошли в дом книги Там вот отстояли Подписали у него И пришли Этот человек даже не узнал Что у него с этой книгой что-то там случилось И то есть это действительно поступок Он смелый И он самоотверженный И он демонстрирует, конечно, лояльность Вот Ну и конечно Еще когда Вы помним У нас есть такой продавец Катерина Александровна Она сейчас вынужденно не работает Она очень хорошая И мы ее очень любим Наш очень любимый человек И однажды вор А у нас воруют в ежедневном режиме В подписных изданиях, к сожалению Начал выносить книгу издательства Витанова И она побежала И накинулась на него На улице На крыльце Она не пожалела себя Она достаточно взрослый уже человек Он ее оттолкнул Она упала И потом Мои ребята, в общем, не простили этого человека То, что он сделал И больше он ни разу к нам не приходил Вот так вот Так Теперь эта часть Да Как вы относитесь сейчас к начинающим специалистам Вы начинаете не связываться И с этим работаете Какие задачи вы вручаете Как вы сейчас относитесь к Google Apps Как бы с их стороны И занимавшись с вашими словами Ну Да Спасибо большое за вопрос Вообще Мы берем в основном только начинающих Да Потому что намного легче учить Чем переучивать Это абсолютная правда Вот Но у нас просто сейчас Практически Нет такого менеджерского состава Да Какого-то бы то ни было У нас есть пиар-директор Какой-то бессменный Как в общем-то и я Но она правда сейчас в декрете Вот Молодец И Там есть менеджер по закупкам Ну то есть Нам вот эти вот все менеджеры Там по логистике Или там по стратегическому маркетингу Они нам просто в принципе не нужны Да получается Мы в основном набираем людей И это самые главные люди в магазине И к ним больше всего внимания Это те, которые стоят конечно В зале Да Которые работают В оптовом направлении Я очень жалею конечно Что сейчас так происходит Я очень мало с ними в последнее время общаюсь Потому что я конечно больше Мой самый любимый ребенок Помимо моей дочки Это конечно Подписное издание То есть именно магазин Вот Я очень хорошо отношусь к главным специалистам Я считаю что нужно им давать шанс И сам столкнулся с тем Что нет опыта Где его брать И так далее Конечно нужно Конечно нужны стажировки Но я думаю что лучше конечно Еще на время обучения в институте Хорошей практики все выбирать И добиваться именно практик Вот Спасибо Да У меня два вопроса Поскольку хватает примеров Я решила тоже не скромничать Михаил спасибо вам во первых Спасибо вам И мне очень интересно Вы неоднократно упомянули Amazon Кого фолуете из людей на которых вы равняетесь Джефф Бозис Или какие-то другие личности Которые какие-то запретили триггеры Важные В вашей жизни И Той дорогой Которой вы сейчас идете Они Подсвечивают Может быть где-то Ваш путь Ну я вообще честно говоря Больше такой коммунитарный человек То есть Я не в сторону бизнеса Я конечно Тоже по молодости Развлекался чтением Различной там литературы Бизнес И так далее Сейчас очень мало Да больше статьи конечно Да там какие-то читаю Вот Я вообще читаю в основном Журналистов Писателей Каких журналистов? Ну Антона Долина читаю Да там с большим удовольствием Катю Гордееву Олю Солонникову Красильщик Которого я тоже недавно читаю Естественно Вот Подписано Какое-то безумное количество Конечно В фейсбуке людей Просто Постоянно я читаю И это очень помогает Вот Но это же и отнимает Еще много времени Ну знаете Тоже я об этом очень долго думал По поводу того там А вот если у меня сегодня спросят Какую книгу бизнес там порекомендовать И так далее Я честно говоря не знаю Что рекомендовать Потому что Для всех Разное Не нужно стремиться Как его зовут Из Амазона чувака Ну создатель Бознес Да Соответственно У нас там У нас там У нас есть свой Например Очень крутой бизнесмен Галицкий Галицкий Ну я им достаточно Действительно восхищаюсь Да Он молодец Да то же самое Тинькоу И каким бы он ни был бы И веселым Он в принципе Он в принципе Действительно Пример того Что в этой стране Что-то можно делать И нужно даже делать Не можно, а нужно Вот И вообще по поводу того Что бояться Не бояться Я еще говорил Лучше бояться Но делать Чем не бояться И не делать Или точнее не бояться И не делать Вот так Спасибо Маленький Да Маленький, но такой Безмысовый У вас Разные направления Поддаются Это детская литература Это классика Это какие-то редкие книги Это зарубежка Это Ну то что сейчас Вот модно Современно Выпускается А доля продаж Что ваше локомотив Что ваше сильное такое Ну лучше всего продается традиционно Во всех книжных магазинах Это художественная литература На первом месте Везде Вот Дальше у нас По-моему там идет Детская литература Если не ошибаюсь И потом огромный такой пласт Это идут Альбомы по искусству И искусствоведения И нон-фикшн идет На четвертом месте Получается Это у нас У нас просто Есть вот эта площадь Есть магазины У которых все по-другому сделано Вот так Спасибо Давайте Вот мой вопрос Связан с предыдущим Какая книга Фикшн Монфикшн Вот последняя На вас Проискла Ну если брать Фикшн То я читаю конечно Последнее время Очень много романов Чего и вам советую Потому что Во-первых это Очень хорошо работает На ваш язык На ваш русский язык На то Как вы конструируете предложение Прочитал Петровых в гриппе Отличная книга Из последнего Это русский роман Сейчас читаю Маленькую жизнь Инагихары Тоже в принципе Интересно ничего Вот так вот Ну и последнее Из нонфикшена Ну такого Очень легкого Это конечно Зыгар про империя Должна умереть Классная книга На неделе у вас Как минимум займет Очень здорово Спасибо Спасибо большое За лекцию Скажите пожалуйста Сколько книг Вы поступаете врачей Очень мало Я думаю 10 Это тоже Кстати Знаете Ну это же Книжник Я знаю Как книги Выбирать Как их продавать Как делать Так Чтобы хорошие Книги попадали А плохие Отсеивались Но к сожалению У меня просто нет столько времени У меня сейчас еще Родился ребенок И я очень много Занимаюсь с семьей Поэтому конечно На чтение все меньше и меньше Но вот я понял Что круто Когда ты много летаешь Да вот я сейчас летал в Китай И вот за Китая Прочитал там 3 книжки Пока туда 10 часов Пока обратно Еще и фит посмотрел Вот это было круто Так что Делайте свою работу Такую Чтобы можно было много летать Да Спасибо большое За лекцию Спасибо Вам уже задали такой вопрос Касательно того На кого Вы ориентируетесь Из людей А у меня Такой вопрос Ориентируетесь Вы На книжные Магазины Европейские Например Взять тот же Берлин Париж Все-таки Есть там порядок слов Есть все свободные Которые действительно Делают свое дело И они профессионалы Если мы говорим про европейский Ну мне больше нравится На самом деле даже американский Там да Есть такой магазин В Нью-Йорке Стренд Он очень классный То есть он пятиэтажный Там тоже есть и кофейни И какие-то места Чтобы посидеть И в общем там Что там только нет Вот по поводу формата У нас так получилось Что естественно не я придумал Продавать кофе Одновременно С книгами Но у нас как-то получилось Создать некое такое Комьюнити Вокруг этого всего То что Есть огромное количество людей И чему я вообще очень радуюсь Я вообще ценю И вас я ценю Вы вообще круты Просто что вы сюда пришли Я в восторге Так вот Которые вокруг этого всего Действительно существуют И многие даже живут И вот такого я честно говоря Не видел в Европе Мы подписаны тоже На многие инстаграмы Да Если брать Лондон Лондон я уже всего знаю Наверное из европейских городов То там Почти все магазины Все равно сетевые Так или иначе Там вот этот Фоллес Как так он называется Потом Самая большая сетка Которая принадлежит нашему Мамуту Который владеет Вот Они все равно Какими бы они не были Классными С точки зрения пространства Что можно посидеть Все равно Это просто книжный магазин Не знаю Почему так Но вот я это вижу Стренд Мне кажется Да Что это что-то нечто большее Фаланстер в Москве Это тоже нечто большее Чем просто книжный магазин Шекспиринг компани Классное место Очень атмосферное Но вот с точки зрения Подбора книг Я честно говоря Не до конца понимаю То есть А? Мне кажется У них просто какой-то Такой упор Исключительно На то чтобы Мне кажется У них упор На фотогеничность Большую сторону Вот Это как в подписных изданиях Многие могли бы сказать Но нет У нас вообще серьезный ассортимент На котором трудятся Четыре человека Вот так Спасибо Спасибо Заканчиваем Последний тогда вопрос Вот там просто молодой человек У него уже ухо устало Спасибо Большое У нас было действительно Очень интересно Спасибо Большое Для вас Это прежде всего И глупо Подозревать Что этот предприниматель Хочет нас отвлекать прибыль А вообще основная мысль И вопрос такой Какой в себе Сочетать Эту идею эксплуатации Той самую идею Которую приносит прибыль С идеей расширять Свои горизонты Мотивировать себя Мотивировать сотрудников И в этой связи Насколько Еще один вопрос Наконец-то вопрос Наконец-то текучка Большая Текучка вообще Не очень большая Я тут пытался Посчитать Сколько человек Я уволил За 6 лет Наверное Получилось порядка 20 человек За 6 лет Это не так и много Сколько это получается В среднем 3 человека в год Сейчас у нас в коллективе 30 человек Постоянно находятся Это на книжном магазине Интернет-магазине И в опте А вот по поводу Эксплуатации идеи Я честно говоря Не до конца понял Вопрос Насколько желание Возвлекать прибыль С бизнеса Я понял А теперь понял Насколько хочется Развиваться Вкладываться Дальше Развивать Или Я не могу Не могу Остановиться Мне скучно Просто становится Когда вообще Ничего не происходит Что-то там продается Что-то делается Кто-то приходит Это как-то так Вяло текуще Мне нравится стресс Мне нравится Когда действительно Куча проблем Поэтому Будем вкладывать Будем развиваться И Думаю Пока я живой Так и будет Спасибо Спасибо Последний Да Я все-таки Рассказываюсь Рассказываюсь к определенным положениям И узнаю А как так получилось Что за май снял клип Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok